все вместе доброе утро всем дорогие друзья мы начинаем наш урок традиционные торы всем hello бонжур привет и ждем кто же первый попадет в бейс медраж это не фикус это лаврушка рита левицкая о рита израиль на здрасте очень приятно вас видеть первый раз хорошо здрасте может комиссарук из израиля всем привет hello бонжур лефименко антон топовый поклонник ухты дёрни нивня это какие-то появились новые статусы топовый поклонник это очень интересно может комиссарук якоб шатанин привет а якоб что без статуса он раздает наверное эти статусы яков шатанин ирина мачуря ману чарян тони калман всем привет всем доброе утро мы продолжаем изучать перте вот значит предыдущие в предыдущий мишне мы говорили о пяти учениках раба нёхана на бензака есть 5 типажей 5 типажей мы выделили которые а как бы знаете классификация личностей личности да есть а те которые все запоминают ученики торы есть которые у них есть все время какие-то хедушимы это они инсайты они прям источник бурлящий есть хасиды есть которые боятся греха есть которые с хорошими качествами характера в общем 5 типов мы узнали и теперь он задал им вопрос раба нёхана бензака и задал им серьезный вопрос он их спросил так эзе и директова шейтбак ба адам он им говорит смотрите у человека в жизни есть много возможностей путей много путей да какой путь хороший что прилепится к нему человеку дальше мы разберемся почему именно так он сформулировал не выберет человек а именно прилепится к нему задал он им такой вопрос и начали они ему отвечать начали они ему отвечать раби элезер бен урканас он ответил ему так он говорит а энту ва хороший глаз что он имел ввиду хороший глаз он имел ввиду хороший глаз есть люди которые на все смотрят позитивно вот влад косов например да может он смотреть на мир не позитивно может позитивно неважно в каком положении находится человек бывает что он в очень хорошем бывает в очень плохом но главное как он как он рассматривает окружающую реальность например но это известная история есть известная история как шел один там еврей по улице нашел бумажник открыл пересчитал деньги говорит не хватает не хватает мало мало нашел у меня тоже был один знакомый который жаловался все время что ему не везет я его хотел в этом переубедить я его спросил говорю скажи пожалуйста вот ты говоришь что тебе не везет что ты не везучий такой чек но ты деньги когда-нибудь находил он говорит но находил бывало все что не везучий он говорит мало ходил мало но не крупные купюры находил то есть а энту ва хороший глаз это то качество которому советовал при прилепиться рабби лезер и он говорил это ключевое качество то есть у тебя есть хороший глаз то у тебя все в жизни хорошо это главное хороший глаз отсутствие зависти значит я сегодня кстати сделал видео на youtube канале потом советую вам зайти на мой youtube канал посмотреть видео как стать богатым да как стать богатым как раз тоже там взял мешную спирте вот ее объяснил как еврейский подход к богатству очень вышло сегодня именно хорошее видео как стать богатым в общем весь вопрос в твоем глазе в твоей оценке как ты оцениваешь реальность и есть такой анекдот на эту тему чтобы уже просто закрыть эту тему была одна девочка в одной семье ну не дай бог не слепая девочка и мало есть разные слепые у меня есть один знакомый он мне подарил вот свою медаль а леонид лёня сейчас выскочила смирнов леонид смирнов это его медаль вот он говорит иска хочу тебе подарить эту медаль он тоже слепой он учится в институте он участвует в триатлоне он плавает он готовится к олимпиаде он совершенно ну то есть человек невероятной деятельности тип уча он слепой вообще не видящий научиться в как раз плехановки а эта девочка она была такая что она все время плакала и все время и но казалось что все ее обижают и она сидела она жила в семье и ей положили большую большую тарелку пельменей вот прям насыпали вот такую и она значит пробует эту тарелку с пельменями полная прям такая полная что вываливается уже нельзя сказать что не додали она такая щупа это говорит представляю сколько же вы себе положили если мне меньше всех и столько сколько же все насыпали то есть человека с плохим глазом он может все испортить чек с хорошим глазом он может все все да леонид спирнов я считаю он реальный герой и ну то есть да теперь значит хорошо это сказал нам раби лезер что ключ ко всему это добрый хороший глаз теперь раби ушуа бен хананья который мы про него знаем что ашра йолата счастлива которая его родила он что сказал он говорит самое главное для человека хавертов хороший хавер хороший друг то есть он говорит что человеку нужен кто-то с тем он может дружить до хавер это вообще слова хавер друг на иврите от слова лид хавер соединиться и может он имел виду написано друг да я не знаю если какие-то сделки чтобы она не челкала значит есть может быть какие-то которые скажут что хавер это жена что лучше друг это жена может быть очень раби ушуа сказал что ключ самое главное качество хотя очень странно да что все таки аэн тува хороший глаз это то что во мне то что мне принадлежит это только я этим моя ответственность как я оцениваю вещи а хороший друг это то что со стороны ночи в раби уши нам сказал что путь которым человек должен перелепиться это хороший друг раби йоси который была коэн который был хасид да он сказал что самое главное это шахэнтов хороший сосед хороший сосед значит коментатор объясняет что друг это ты с ним иногда все-таки общаешься а соседями ты общаешься всегда некоторые объясняют что это тебе нужен хороший сосед то есть очень важно та среда которая на тебя влияет постоянно и здесь я вспоминаю такие есть новые тоже из современной психологии больше что человек должен выбирать с кем общаться очень сильно да потому что с кем поведешься от того и наберешься и что тебя окружает вот у меня например цветочки я поставил потому что я хочу чтобы меня природа окружала вот у меня давайте опа мы значит сразу под лаврушкой сидим под лавровым деревом видите как россия эти у нас будет урок под лавровым деревом значит шахэнтом шахэн это не только сосед хороший это и все то окружение там музыка природа и так далее но это современная психология так говорит что человеку важно для психологического состояния раби оси нам сказал шахэнтов хороший сосед значит раби шимон бен а тоннель он сказал что самое главное качество которому человек должен прилепиться это аруэ это нолад то есть видящий то что родится видит то что родится просчитывать вперед он был как мы знаем про него дал характеристику раба нюханан бен закай что он был боялся греха и когда человек боится греха для него самое важное самое важно просчитывать вперед последствия каждого действия а вдруг там где-то будет грех друг чтобы не согрешить и значит просчитывать каждое действие мы вначале учили в первой мишне что это сказал нам раби рабиуда носи что а вы михаше вы в сет митсва к негет схара то есть считай потерю от заповеди против той награды которую ты за него получишь считает потерю от преступления от удовольствия ну и так далее то есть ты должен все время быть рационально считать и пытаться просчитывать что будет дальше это был подход кого раби шимон бен а тоннель он сказал самое главное качество для человека главное которому должен прилепиться это это видеть родившийся и тут тоже смотрите очень интересная вещь почему именно прилепиться было слово то есть советуют каждый из мудрецов о которых мы сейчас здесь говорим они советуют человеку выбрать одно качество вот крутое и в этом качестве стать совершенным и тогда это качество тебя вытащит во всем остальном то есть это вот подход жизни чтобы быть средним во всем или же быть сильным в чем-то одном и вот они выбрали каждый выбрал по одному качеству которая по им по их мнению если на нем сделать акцент на этом качестве то тогда это качество вырулить тебя из всего остального понятно да первый сказал хороший глаз добрый глаз позитивное мышление быть позитивным быть оптимистом 2 2 так лилия залевская молодец видите у тебя мог бы подумать как вот что такое хороший глаз лилия залевская говорит я все за 200 уроков все шутки скака знаю я мог бы расстроиться что я одни и те же шутки шучу а могу порадоваться что есть такие замечательные люди которые уже 200 уроков слушают от меня и даже мои шутки уже знать все лиля я выучу новые шутки специально для вас следующем уроку будут новых парочку я ассортимент подготовлю для благодаря лилии залевской которая намекнула что с шуточки у меня повторяются хорошо ночью хорошие шутки чего бы не повторить да да ладно дальше дальше и последний у нас был араби и лазар бенараб он был пятый ученик про которого сказал по одному измене что он был круче чем они все значит он сказал что говорит самое главное качество это left of хорошее сердце хорошее сердце на что ответил раббанёхан бен заказ что рояни двора витер мид еврехем то есть я вижу его слова больше чем все все их слова почему у меня не больше эти слова нравятся потому что бихваль двора в еврехем то есть внутри его слов хорошее сердце значит хорошее сердце это в него включена все остальное теперь давайте тогда разберемся что такое хорошее сердце что такое хорошее сердце значит ну сердце это не только сердце которое бьется в груди да то есть когда мудрецы говорили сердце они имели ввиду что-то другое даже не чувство потому что написано например в мишле много замыслов сердце человека а замысел бога он исполнится значит сердце это нет не чувства сердце это мысли но когда мы говорим слово сердце это то что в современном в современном как бы восприятии называется подсознание потому что сознание человека это всего лишь 7 плюс минус 2 единицы информации а подсознание это есть весь человек это весь набор его его убеждений установок то есть это он и есть и если очень такое слово намерение сердца да то есть самое главное самое главное это намерение сердца то есть куда ведет тебя твое сердце все остальное мысли чувства действия даже это все следствие а причина это то твое намерение куда ты двигаешься то есть главные вот эти знаете у У человека внутри, вот если мы возьмем слово сердце, разложим на составляющие. Что там есть? Там есть ценности вначале. На первом этапе у человека есть ценности. Ценности это его глубинные внутренние установки, что для него важно. То есть откуда они взялись? Когда-то каждого из нас воспитывали, каждый из нас проходил какие-то жизненные этапы. И в какие-то моменты у каждого из нас сформировалась система, то что называется система ценностей. Что важно? И дальше, когда она сформировалась, человек обычно не задумывается о том, что для него важно. Он просто живет исходя из того, что для него важно. И все его решения принимаются исходя из того, что для него важно. Он не задумывается, как принимать решения. Большая часть решений идет на автомате. Но когда человек с утра просыпается и думает пойти в синагогу помолиться, или пойти в спортзал, или полежать еще полчаса, то это решение приходит в полусне. Но на базе чего оно приходит? Приходит на базе того, что для него важно. Если для него важно реально помолиться, он идет молиться. Если важно спорт, он идет в спортзал. А если важно для него отдых и развлечение, то он будет лежать и сразу же лазить в фейсбуке. Это первый уровень, если разложить слово сердце на составляющие, то на первом уровне лежат неосознаваемые ценности, но они есть у каждого из нас. На втором уровне сердца, то что расшепровайте со слова сердце, лежат убеждения и правила, в которые человек верит, как работает мир. Например, вот мы возьмем тот же пример, утром человек просыпается и принимает решение идти ему, как бы молиться ему, идти в спортзал или продолжать лежать. То есть вначале на него начинают давить его ценности, что важнее. Причем бывает, что передавила ценность остаться лежать, но вторая ценность, что надо было идти в спортзал или в синагогу молиться, она продолжает как бы сигналить. И эти сигналы внутри выражаются во внутреннее неудовлетворение своим поступкам. То есть лежит человек, знаете, как есть известная тоже шутка, наверное, кто старый, кто уже на уроках ее слышали, но мне эта шутка очень нравится. Как встречаются два человека на улице, там Саша и Сережа, и как раз это была где-то христианская страна, и идет вот этот великий пост, когда нельзя кушать там мясо и все такое. И один другому говорит, слушай, говорит, Серега, когда пост этот уже заканчивается, ах, так хочу, говорит, спокойно мясо поесть, а он говорит, а ты что пост соблюдаешь? Он говорит, не, не соблюдаю, ем мясо, но сейчас ем и так неспокойно. Вот пока ем и неспокойно, но там уже хочу спокойно мясо поесть, да? То есть когда у человека есть ценности, они противоречат друг другу, что даже если он делает что-то по одной из ценностей, в это время вторая не дает ему это делать спокойно, потому что он как бы пошел против себя же. Это все в сердце у него происходит. Потом у человека есть набор правил, как реализовать эти ценности. Например, решил он все-таки идти в спортзал. Дальше у него начинается набор правил, что ему надо делать. Бегать, прыгать, лежать, растягиваться. Что для него важно. Он верит в какие-то истории по поводу спорта. Что такое дальше сердце? Дальше сердце это постоянный, непрекращающийся поток мыслей внутри, которые всплывают в сознание и проскативают сквозь сознание, как в облачке. Одна мысль в секунду, 50-70 тысяч мыслей в день. Но откуда они всплывают и куда улетают? Как раз вот из этого, как подножия айсберга, сердца. И у человека всплывают мысли вот эти вот. Он про себя думает, про других думает. Потом кто-то, может, это сказал. Он на это начинает обдумывать. И у него идет вот эта мешанина, каша такая, только в сознании он удерживает, осознает мысль в секунду. А все остальное время эта мешанина происходит у него в сердце. Теперь, даже если мы возьмем религиозного человека, и он с утра пошел в синагогу, и он делает установленные действия. Возможно, что действия-то он делает, а сердце его продолжается в этой каше абсолютно быть в другом месте. И у него тогда есть противоречия. Он, с одной стороны, делает что-то, да, то есть он делает, но он может быть в это время мыслями и сердцем в другом месте вообще. А кто-то может быть в спортзале, но с сердцем он находится там в высших мирах и думает про Бога. А кто-то может быть в спортзале и при этом, самое редкое то, что бывает, быть в спортзале. То есть реально быть там, где он есть, где его тело, там и тело, там его, да. Это вообще редко, когда у человека его внимание находится там, где он есть. Обычно все живут в таком вот иллюзии. Теперь сказал Раби Лазар Бен-Арад, что он сказал так, левто, он говорит, доброе сердце. Значит, что он имел в виду доброе сердце? Что когда у человека есть главное намерение, главная движущая сила внутри, это делает добро. Добро, то есть доброе сердце, то, что есть, то есть у него добро, оно как бы про свет вот этого добра. Что есть добро, тогда возникает вопрос. Добро это то, что говорит Бог добро, то, что Бог назвал добром. Откуда мы знаем, что Бог назвал добром? Это Тора. Значит, если у человека внутри, в его сердце, в его мышлении превалирующее место на уровне ценности, на уровне ценности, это ценности Торы, на уровне убеждений, это убеждения Торы, на уровне мыслей, это те мысли, которые говорит Тора. Мы говорим в два раза в день в Шмай-Сраэль, причем я лично про себя могу сказать, что я хотя два раза в день говорю слова, и не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами в Шмай-Сраэль, я в это время обычно не помню, что я говорю, потому что я как раз и блуждаю, влекомые сердцем и глазами, да? Да, то есть, когда мы говорим это, шма израиль, слушай, израиль, закрывают глаза, но потом-то глаза открыты, и потом ты все равно блуждаешь, влекомый сердцем, потому что мыслемешалка работает, и глазами, потому что глаза все время ходят по миру, и что тебе попадет в глаза, ты вообще не знаешь, но что бы тебе не попало в глаза, оно начинает тянуть твое сердце, то есть оно включает тебя, переключает, представляете? То есть, это просто мыслемешалка, которая внутри не прекращается, и которая снаружи все время включается, влекомый глазами. А куда ведет окружающий мир? К сожалению, он ведет себя, мы живем в обществе потребления, и окружающий мир у нас ведет абсолютно по маршрутам, которые проложены тупо глянцевыми журналами, которые руководят ими люди, которые не имеют завтрашнего дня, странами руководят люди, которые не имеют завтрашнего дня. Большинство европейских стран, лидеры стран, они не имеют детей, например, и все, Ангела Меркель, зачем ей будущее, да, то есть она заботится о, там, непонятно, о ком она заботится. В общем, доброе сердце, добро это Тора, как Бог сказал, прекрасный урок дал я вам, и Тора моя не оставляйте ее. Единственный способ, смотрите, есть два способа. Убрать мыслемешалку, есть способ простой, просто ее выключить. Это лучший метод, который я знаю, это Эбхард Толли, Сила Настоящего. Книга называется Power of Now, то есть он эту идею продвигает, и он обучает просто выключаться. Выключаться, заходить в свой внутренний мир, соединяться с собой, со своим, ну вот именно настоящей, со своей сущностью, которая есть душа, которая есть часть Бога. То есть это просто выключение мыслемешалки, метод Эхард Толли. Метод Торы, он другой. Метод Торы, это все время повторять слова Торы, то есть заменить мыслемешалку на Тором мешалку. То есть у тебя все время крутится в голове Тора, и у тебя не пролазит сквозь вот эту вот постоянную мысль Торы. Я в свое время вот учил, откуда я пертьевод, некоторые мечтают, знаю наизусть. В свое время я пытался все время, чтобы у меня фоном шло пертьевод, то есть у меня была не мыслемешалка, а пертьевод, которая вот так вот крутилась в голове, не впуская ни одну постороннюю мысль, да. Это метод Торы, то есть метод Торы поменять полностью свои мысли на мысли Бога, выраженные в Торе. Метод, который предлагает Эхард Толли, это осознать, что я это не мои мысли, и выйдя своим вниманием из мыслей в свое тело и восприятие себя, ощущение себя в режиме настоящего времени, перевести свое полностью внимание 100% из мыслей на тело. И в этот момент мысли, они как облачки еще какое-то время летают, но потом, так как в них нет твоего внимания и твоей энергии, то мысли, они теряют свою, ну, свою как бы актуальность, потому что они в принципе все не актуальны. Все мысли вообще обычного человека, они не актуальны, они относятся к прошлому, к будущему, погоня за какой-то вымышленной реальностью, которую человек себе понапридумывал и пытается ее реализовать, и когда он ее не может реализовать, а он не может ее реализовать, обычно он из-за этого расстраивается и ругается с другими людьми, которые тоже живут в своей иллюзии, пытаясь реализовать свою иллюзию. Вот сталкиваются две иллюзии, два таких иллюзионера, а что ты не делаешь, как я придумал? А ты не делаешь, как я придумал, поэтому я как бы и недоволен. А, так ты недоволен, а я придумал вот так. Но иногда эти люди, к сожалению, они имеют в руках оружие, и они за свой придуманный мир, они готовы других людей убивать. Как когда-то коммунисты пришли в тибетские монастыри, и тибетским монахам предложили стать коммунистами. А тибетские монахи говорят, а зачем нам стать коммунистами? А сказали коммунисты, ну тогда мы вас убьем, и убили миллион тибетских монахов. Вот такая была история, представляете? Хорошо, друзья, все. Лев Топ, доброе сердце лучше всего. По Эхардутоле доброе сердце есть уже у каждого из нас, просто где-то в глубине, и нужно выйти из мыслемешалки и прикоснуться к своему настоящей, своей сущности, где нет мысли, и она изначально добрая. По Торе нужно поменять всю свою мыслемешалку на мысли, которые дал Бог, которые по определению есть добро, и тогда вы не будете блуждать леком и сердцем и глазами. Все, напишите, пожалуйста, свои выводы, свои выводы от этого урока. Обязательно нужно сделать три вывода, потому что Тора нам говорит, что тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому дают возможность и учиться, и обучать. Тот, кто учит для того, чтобы делать, тому дают возможность учить, обучать, сохранить, запомнить и делать. Для того, чтобы что-то сделать, напишите три вывода. Три вывода, прям это будет конкретно работа, да, послушал, понял, что я буду теперь делать. три вывода и поделитесь пожалуйста этим уроком с друзьями, знакомыми которым нужно тоже знать о Торе, знать божественный свет чтобы в них, прямо вот этими словами Торы, в них проникнуть все, удачи, успехов, я знаю ты можешь, все, всем пока я знаю ты можешь, это у меня просто сердце так заряжено уже, я знаю ты можешь, это из другой оперы, и обязательно я вам советую посмотрите пожалуйста на ютюбе мой ролик сегодня вышел, как стать богатым потому что я считаю, что хорошие люди должны быть богатыми, все, всем пока